Всем привет! Вы смотрите Бриллиант Влог и я обещала такое рождественское видео, где я сделаю распаковку, анбоксинг, анбоксинг того, что подарил мне тайный Санта на Стайгер Крисмас Пати, вот и расскажу вообще о моем 2017 году, ну очень коротко. Первое хочу сказать вообще спасибо тому, кто смотрит это видео, потому что правда сейчас, знаете, такой момент, когда думаешь, стоит ли это делать, стоит ли снимать видео, стоит ли вообще что-то придумывать новое, воплощать какие-то идеи, но все равно все начинается с малого, поэтому погнали! Я учусь смотреть не на себя, а на вас, в камеру. Начну с рассказа, какой все-таки было это Стайгер Крисмас Пати. У меня был невероятно сумбурный день, когда зашла в джем, где у нас проходила эта вечеринка, правда это такие, сразу какие-то классные эмоции, настроение поднялось, видишь эту елку с подарками, в общем, все было реально очень круто. Можно было выбрать себе подарок, и знаете, что я выбрала? Вот эта вот штука, сок. Я его попробую сегодня обязательно. Неделю назад, или полторы, я с папой была в Ашане, и я смотрела на этот сок, и очень хотела его купить, но почему-то не купила. И здесь у меня появилась возможность выбрать именно вот эту вот вещь. Я уже писала в Инстаграм пост о том, что я замечаю такие мелочи и штуки, и я очень верю, что это Бог. Оказывается, что в таких малюсеньких мелочах он замечает это и восполняет какие-то желания сердца, даже самые маленькие. Моим Тайным Сантой в итоге, как оказалось, была Амина. И знаете, прикол в чем? Она меня спрашивает, когда каждый вытянул имя какого-то человека, она мне пишет и спрашивает, что Тайный Санта хочет узнать, что я хочу себе на Новый Год. Я написала ей, что я бы хотела такой штатив-осьминожек с тремя ножками. Она говорит, ок, я передам тому человеку, который у тебя Тайный Санта. Я на процентов девяносто, наверное, была уверена в том, что мне подарят штатив. Переходим к самой интересной части. Я достаю свой подарок, брилляшек. Вот, что я здесь уже делаю. Первое, это тут фотографии, которые распечатаны на инстаблокс, или как-то называется, как это инстапринт, которые печатают фотки с инстаграма. Вот, они здесь подписаны. Это первое, очень хорошая идея вам на будущее. Следующее, это такая бутылочка, на которой, ну, которая с разных сторон подписана, и написана твоя собственная копилка на смс на миссионерскую школу. И это еще одна крутая идея, которую вы можете использовать. Правда? Очень. Следующее, это такие трубочки. Здесь еще был банан, на котором была подписана. Всегда рада, если я кушаю много фруктов. Просто я очень люблю бананы, и любой мой перекус, и у кого что-то я спрашиваю, всегда бананы, бананы. Вот, и самое ценное, и самое крутое здесь это, вы тоже зацените, это вот такая футболка. Она длинная, классная, модная, и кто не знает, Амина, она дизайнер, и это ее дизайнерская футболка. Это очень-очень круто, и Амина не знает, но я очень хотела ее футболку. Ну, еще, конечно же, здесь была шоколадка. Ну, когда человеку не все равно, что дарить, и не все равно на человека, которому дали что-то подарок, то это всегда чувствуется. Всегда. Что бы это ни было. Продумано до каждых мелочей. Я вам говорю, до каждых мелочей. Поэтому спасибо большое тебе, Амина. Вот, и очень довольна. Еще Диана мне подарила тоже шоколадочку из канала от Коли. Я, кстати, сейчас снимаю, у нее дома. В общем, я вам показала, что подарил мне мой тайный Санта. И, знаете, этот год был невероятно насыщенным. Это просто поездки с дагероком Мукачева. BPM Tour, Tattoo Fest, Revolutionary, мой первый автостоп в Германии. И вообще, наше приключение с Майей. НЛМ Tour, конференция, ММШ. И во всем этом я была задействована. И везде ездила. Еще выезд Мукачева на 21 день. Но у меня получилось немножечко меньше. Там, где мы служили, это правда. Такая настоящая миссионерская поездка была. И спасибо огромное всем. Вообще, всей команде Стайгер. Я не знаю, посмотрите ли вы это видео. Хочу сказать огромное спасибо Алине Незабудкиной. Передайте. Кто-то, кто будет смотреть, что мы Алине Незабудкина глянули в это видео. Ну, пожалуйста. Ну, или отрезок минутки, скажите мне посмотреть. Вот, потому что, в принципе, в Стайгер я, грубо говоря, в ее команде. Ну, в таком, в ее отделе. В медиа-отделе. И мне очень круто служить вместе с ней. И хочется делать больше и больше, развиваться. Больше помогать, больше реализовываться. Вот, поэтому спасибо тебе большое. И научилась реально работать в фотошопе. Лучше, мне кажется, монтировать видео. Развивать инстаграм-аккаунты. Не знаю, и у меня столько планов и желаний впереди. Главное это все реализовать. Ну, я, как и обещала, сейчас при вас попробую вот эту вот штуку. Я, наверное, позову Диану, чтобы она тоже попробовала. Согласна, согласна. Диана! Ну, пахнет как сок. На самом деле здесь состав. Вода, насиня, базилик, цукор, револютор кислотности, ароматизатор, желудочный овощ и барвник. Ну, я очень хотела бы попробовать. Ну, как сладкий апельсиновый сок. С какими-то штуками внутри. Честно, мне кажется, это больше просто такие, типа, для вида бутылочка, сок, потому что обычный апельсиновый сок вкуснее, но... В общем, спасибо большое всем, кто посмотрел это видео. Я не записывала до этого таких разговорных видосов, поэтому не уверена, что у меня получилось все классно. Но я была очень низкая не с вами. Я надеюсь, что мой влог, эпоха блогер Маша, она продолжится и в 2018 году. У меня будет лишь штатив, и какой-то другой телефон, и нот, на который я могу монтировать. Тут так, хоп, и Диана уже есть. Да. Это Диана, это ее квартира, и на ее телефон я снимаю видео. Идеальная подружка. Позвала тебя для... Да, Мария. Для чего же ты меня позвала? В столь прекрасный день. Разбавила мое скучное, монотонное видео, да? Итак, позвала тебя для того, чтобы попробовать этот божественный напиток. Но ты намуешь скажешь, божественный он или сладкий сок с непонятными штуками. Кто попробовал? И что? Ну попробуй ты. Может, там нету йода? Нет. Я же не хочу тебя отравить, мы еще снимаем тут видео. Ты можешь говорить правду, мы че. Это сегодня честное видео, хотя всегда такие. Это как фанту выпили для тебя, а потом выплюнули, и там вот эти остатки низы, которые были тебе в желудке. Очень вкусный напиток. Вот то, знаешь, я вывяжу, а вот он еще тут лозит, кот наш. В общем, на самом деле, да, это как фанта без газа, еще в ней очень много сахара. А сколько они дорогие? Ну, под 30 гривен. Да. Вот. Ну, я очень рада, что я его попробовала. И я очень рада, что Диана его попробовала. Конечно. Я очень рада, что я побывала на этом шоу. Для меня это шаг вперед. Вот. В моей... На самом деле, мне сейчас тут вот резет, кот ее. Маша хорошая. Я люблю Машу. И сразу застыщат, как все. А ты, наверное, когда я двигаюсь, смотри. Да. Да. Прикольно. Ладно, тоже хорошая. Сказать, Паша. Она просто сказала мне, не заходи в комнату, чтобы я не смущалась. И я просто оставила ей свой телефон в своей комнате, со своей емкой. И ушла. Да, это так. И сидела под дверью и ждала, пока она меня позовет. Я смотрю Маши на видео. А ты смотришь Маши на видео? Вот. Ответь в комментарии. Нет. Посмотри Маши на видео. И все до этого. Там у кого-то моя любимая есть. Но я его не вспомню. Все любимые. Все Маши на видео любимые. Выкрутилась. А знаете что? Мы должны были сегодня снимать вам кукинг и готовить имбирные пряники. Но я не дочитала рецепт. Она завтыкала мне сказать раньше. И только сегодня утром говорит, нет Маш, отмена. Потому что им нужно стоять тесто 3-4 часа. Маша, я легла в 5 утра. Я просто забыла. Я думала, что ты как хозяюшка знаешь рецепт пряников. Нет, я только вчера вечером узнала у девочки. Это не в пользу девушки, понимаешь? Вырежи. Маша знала давно рецепт пряников. Просто она тоже подустала из-за дипломной работы. В общем, знаете что? Напишите вообще, хотели бы вы, чтобы... Хотели бы вы, чтобы мы с Дианой еще снимали видео. По-моему, оно ожило с ее приходом. И можно было мне все видео снимать с Дианой, правильно? На самом деле, я так невовко чувствую, когда ты говоришь, я просто сижу, и я такая... Просто хочу смотреть на тебя, как ты говоришь. А что делать в кадре, когда вот ты говоришь? Ну, тоже смотреть туда на людей, в камеру и... Угу, угу, подтверждать это. Сожжай, говорю. А ты сидишь немного впереди, и получается ты больше, чем я. Сядь, я могу даже чуть-чуть передать. Делай это с ракурсом. Не в ракурсе, понимаешь? С ракурсом. Тихо. Вы поняли, это будет очень интересное видео. Было. Если это будет в конце. Можно еще раз перезаписать этот дубль, потому что ты что-то не то ляпнула. Специально одела новогодний, который почти не видно. Свитер. Спасибо за то, что вы смотрели это видео. Не двигайте, потому что оно свет смещает. Да, Мария. Спасибо за то, что вы смотрели это видео. И будет круто, если хотя бы каждый, который посмотрит, поставит лайк. Ну, хотя бы половина из них. Ну, всем пока, хороших праздников. У меня есть хлопушка. Кстати, пальцы. Хочешь? Такая маленькая такая? Не, большая, но мне кажется, это будет слишком... Да потом убирать тебе тут все. Не. На Новый год оставлю, она экономить. В общем, всем пока. Да? Пока. Пока-пока. Ты можешь закрыть ручкой камеру. Все. Это такой момент. Так, еще. Маша! Ну, видишь, не закончилось видео, потому что прям надо впритык, чтобы оно выключилось. Давай. У меня красивые зубы. Всем пока.